Звездное небо с древнейших времен завораживало человека своей глубиной и таинственностью. Неудержимое любопытство постоянно заставляло людей исследовать новые просторы и открывать далекие горизонты. В конце концов, жажда знаний и технический прогресс вывели человека за пределы родной планеты. Этот шаг лишь раззадорил любопытство ученых, и вскоре новые космические странники покинули Землю и отправились в разные уголки Солнечной системы и даже за ее пределы. У них не было ни эмоций, ни сомнений, ни страха, ведь разведчиками Вселенной стали машины. Пять месяцев назад, 15 апреля 2021 года, автоматическая исследовательская станция «Новые горизонты» стала пятым в истории человечества космическим аппаратом, преодолевшим рубеж в 50 астрономических единиц от Солнца. До нее эту условную границу пересекли «Вояджеры», а еще раньше исследовательские зонды «Пионер-10» и «Пионер-11». Скорее всего, ни один из этих космических странников никогда не вернется на Землю. Некоторые из них еще продолжают свою миссию. Другие же замолчали навсегда. Аппарат «Новые горизонты». Старт миссии – 19 января 2006 года. Расстояние до Земли – 52 астрономические единицы. Скорость удаления – 14 км в секунду или 3 астрономические единицы в год. Основная цель – Плутон и Харон. Статус миссии выполнен успешно. Состояние – работоспособен. Как и большинство других межпланетных исследовательских станций, прежде чем отправиться к цели, «Новые горизонты» совершил гравитационный маневр возле Юпитера. Это позволило существенно увеличить скорость аппарата, а также получить высококачественные снимки крупнейшей планеты Солнечной системы и ее спутников. В том числе с помощью камер зонда была впервые получена видеозапись извергающегося вулкана на спутнике Юпитера – Ио. И лишь получив дополнительный разгон, аппарат отправился к основной цели – Плутону. Окрестностей планетоида станция достигла в январе 2015 года. Главной целью миссии стало разностороннее исследование Плутона и Харона, в том числе фотосъемка и составление карт поверхности этих далеких космических объектов. Кроме того, аппарат измерил показатели магнитных полей и активность солнечного ветра поблизости от небесных тел, а также собрал данные об их атмосфере и отражающих свойствах поверхности. Разумеется, в программу исследований были также включены поиски еще не открытых спутников Плутона и уточнение параметров его орбиты. Завершив основную миссию, исследовательский аппарат не перестал быть полезным. Его полет продолжился за пределы орбиты Плутона с целью изучения объектов пояса Койпера. Так были получены снимки Квавара, Арауна и Арракота. Кроме того, с помощью камер зонда было измерено расстояние до звезд Проксима Центавра и Вольф-359. К сожалению, начиная с 2026 года, изотопный источник питания аппарата начнет истощаться, и измерительные приборы на его борту один за одним будут отключены. Станция «Новые горизонты» продолжает свое движение за пределы Солнечной системы, и к 2038 году расстояние от аппарата до Солнца достигнет 100 астрономических единиц. Скорее всего, к этому времени источник питания на борту станции окончательно потеряет работоспособность, и связаться с ней станет невозможно. «Новые горизонты» отправятся по гиперболической орбите за пределы нашей системы и никогда не вернется обратно. Похожая судьба уже давно настигла два других межпланетных зонда, покидающих Солнечную систему – Пионер-10 и Пионер-11. Они стали первыми автоматическими исследовательскими станциями, которые человечество отправило в межзвездное пространство. Аппарат Пионер-10. Старт миссии – 3 марта 1972 года. Расстояние от Земли – 127 астрономических единиц. Скорость удаления – около 12 км в секунду или 2,5 астрономической единицы в год. Основная цель – Юпитер. Статус миссии выполнен успешно. Состояние неработоспособен. Аппарат достиг системы Юпитера 4 декабря 1973 года, проведя в космосе 641 день. В ходе миссии были получены фотоснимки поверхности газового гиганта и его крупнейших спутников, а также измерен состав атмосферы и магнитное поле планеты. Кроме того, было обнаружено, что Юпитер излучает в окружающее пространство в 2,5 раза больше тепловой энергии, чем получает от Солнца. Уникальные на тот момент данные стали основой для понимания строения газовых гигантов и их спутников. Траектория движения второго аппарата, известного как Пионер-11, также пролегала мимо Юпитера. Но основной его целью стал другой газовый гигант нашей системы – Сатурн. С помощью измерительных приборов зонда были получены данные магнитным поле планеты. А его камеры подарили нам большое количество снимков не только самого газового гиганта и системы колец, но и его спутников – Титана и Мимоса. Согласно расчетам, расстояние между аппаратом и центром нашей системы сейчас составляет около 106 астрономических единиц. Отработав основную программу, оба зонда продолжили свой путь, все сильнее удаляясь от Солнца. К сожалению, последний сигнал от Пионера-10 был принят в 2003 году, а второй аппарат перестал выходить на связь еще в 1995-м. Предполагается, что в настоящее время зонды стремительно движутся за пределы Солнечной системы. Однако никогда не смогут догнать два других аппарата, хотя и были запущены гораздо позже. Аппарат Voyager 1. Старт миссии 5 сентября 1977 года. Расстояние от Земли – 154 астрономические единицы. Скорость удаления – около 17 км в секунду или 3,6 астрономической единицы в год. Основная цель – Юпитер, Сатурн. Статус миссии выполнен успешно. Состояние – ограниченно работоспособен. Вклад Voyager 1 в исследование Солнечной системы трудно переоценить. Благодаря ему были открыты несколько новых спутников Юпитера, а также неизвестная ранее система колец. Камеры Voyager зафиксировали извержение вулканов Ио и убедительно показали, что большое красное пятно Юпитера представляет собой гигантский шторм. Аппарат переслал на Землю сотни снимков крупнейшей планеты Солнечной системы и ее спутников. А после того, как станция пересекла орбиту Нептуна, ее приборы передали на Землю множество ценных данных о межзвездной плазме. Voyager 1 давно оставил позади как пояс Койпера, так и гелиопаузу, и теперь стремительно пересекает область рассеянного диска Солнечной системы, направляясь к внутренней границе гипотетического облака Оорта. В настоящее время он является не только самым далеким от Земли рукотворным объектом, но и самым быстрым среди искусственных аппаратов, покидающих нашу систему. Будучи первым космическим зондом, улетевшим так далеко от центра Солнечной системы, Voyager 1 представил ученым уникальную возможность исследовать гелиопаузу. Так называется область пространства вокруг нашей звезды, в которой давление солнечного ветра уравновешивается давлением межзвездного газа. Столкновение заряженных частиц, испускаемых звездой и разреженной плазмы, создает сложнейшие структуры из элементарных частиц и магнитных полей, изучение которых крайне важно для понимания процессов, происходящих во Вселенной. К сожалению, примерно в 2025 году мощность радиоизотопных термогенераторов, питающих станцию, окончательно иссякнет, после чего связь с ним прервется. Согласно расчетам, через 300 лет Voyager 1 достигнет внутренней границы гипотетического облака Оорта. Чтобы преодолеть его, аппарату потребуется около 30 тысяч лет, после чего он окончательно покинет границы Солнечной системы. Спустя еще примерно 10 тысяч лет станция пройдет на расстоянии 1,6 светового года от звезды Глизе-445 и окончательно потеряется в глубинах космического пространства. Говоря о Voyager 1, нельзя не упомянуть другой аппарат миссии, покинувший Землю 20 августа 1977 года. Целями второго Voyager стали Сатурн, Уран и Нептун. Однако он также сближался с Юпитером, чтобы получить дополнительный разгон. Снимки, сделанные именно этим аппаратом, позволили предположить наличие подповерхностного океана у Ганимеда и Европы. Достигнув Сатурна, Voyager 2 получил данное температуре газового гиганта и его магнитном поле, а также открыл несколько неизвестных ранее спутников планеты. Разумеется, было сделано множество фотографий поверхности как самого Сатурна, так и его колец. Дальнейшая траектория аппарата пролегла мимо Урана и Нептуна. В результате было получено множество уникальных фотографий, а также открыты 17 спутников и системы колец возле обеих планет. Гравитационное воздействие Нептуна изменило траекторию Voyager 2, заставив его покинуть плоскость эклиптики. Таким образом, аппарат потерял шанс приблизиться к другим объектам Солнечной системы, однако его возможности еще не были исчерпаны. В дальнейшем Voyager 2 предоставил ценнейшие данные о межзвездной плазме и космическом ветре, а также участвовал в измерении расстояний до звезд и исследовании гелиосферы. В настоящее время аппарат уже успел удалиться от центра нашей системы на 128 астрономических единиц, и это расстояние увеличивается на 15,37 километра каждую секунду. Ему потребуется около 42 тысяч лет, чтобы сблизиться с РОС-248, тусклым красным карликом в созвездии Андромеды. Минимальное расстояние между Voyager 2 и звездой составит около 1,7 светового года. А примерно через 300 тысяч лет с момента запуска он имеет шансы пролететь мимо Сириуса на расстоянии 4,3 светового года. К сожалению, заметить столь маленький объект с Земли на таком расстоянии невозможно. Мы живем на заре освоения космоса, и межпланетные исследовательские зонды – лишь первые робкие шаги человечества по изучению бескрайней Вселенной. Может быть, они будут уничтожены в результате столкновения с каким-нибудь космическим телом? Или наши далекие потомки, создав технологию межзвездных перелетов, вернут аппараты на Землю и превратят их в музейные экспонаты? Но, вероятнее всего, хрупкие механизмы проведут долгие годы в бесконечном полете сквозь безжизненное пространство. Спустя миллионы лет радиоактивное излучение и редкие частицы космической пыли, раз за разом прошивающие аппараты насквозь, обратят их в прах, который без следа растворится в глубинах Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok